МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио-компании Гомель, у студии працует Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Вытворчая дисциплина – основа эффективности. Старшинка комитета держконтроля Леонид Анфима сегодня наведал предприемства из Светлогорского района. Рыхтуемся до свято. Сегодня в регионе представили афишу святочных мероприемств до Дня Незалежности. Беларусь памятная. Легендарные песни военных годов выконали у Гомеля зорки беларуской эстрады. А зараза в этом иншем больше подробязна. Дисциплина и парадок. ГТТ мы были в центре уваги Старшинка комитета держконтроля Республики Беларусь Леонида Анфимова, який сёння наведал Светлогорский район. Подставой для рабочой поездки стали выники мониторингу, який месяц тому провялись специалисты комитета. Захученными фактами ознайомилися наши корреспонденты. ГТ посяжению Светлогорску сумесное. Районного совета депутата и райвы конкама. На парадку дня пытание занятости местового насильства. Узровень беспрацовья у районе невысокий. Але гэта не значит, что все махчимости вычарпаны. Зараз у сельских советах Светлогорского района проводятся сходы грамадзян, подчас яких людям рассказывают об иснуючих махчимостях организации самозанятости. Ёсь сегодня вакансии и на предприемствах. Подчас посаджения приводится приклад домобудовничого комбината, где не хапая больше, как 70 специалистов. Люди праса уладковываются, але шмат, кто працуе, не протяглый час. Основная причина – низкая вытворшая дисциплина. Гэтая тема у Светлогорску увоголю вздымалася не одной чы. Звернулся до ее и старшиня Республиканского комитета державного контроля Леонид Анфиму. Чекать высоких экономичных показчиков без наведения парадку – нельга. Тычится гэта у сих галин, але на гэтый раз особливая увага агропромысловому комплексу. Кратенькие результаты того, что мы успели посмотреть по Гомельской области. Хотя я скажу, что это не только «слава Гомельской области» в кавычках. В мае-июне текущего года из 39 сельхозорганизаций, охваченных мониторингом, проведенным комитетом по области, в 35-90% установлены нарушения отраслевых регламентов, заготовка сельножа в неподготовленной траншеи, без применения консервантов и укрытия пленкой, с превышением допустимых сроков закладки, 22 – непринятие мер по своевременной подготовке кормо-уборочной техники, 21 – простой кормо-уборочной техники из-за низкой обеспеченности дизельным топливом или кадрами механизаторов. Выники мониторинга сельскохозяйственных предприемств, о которых специалисты комитета держконтроля Гомельской области провели месяц тому, обмеркиваются и подчас наведывания организации галин. Воды наибольшезначные порушения выявлены у сельскохозяйственного унитарного предприемства «Золок Агро», где по документам на фермах недорешилися больше как 1200 живел. Сегодня проверку по этому факту проводят правоохранные органы, которые должны установить соправные масштабы страд и их причины. Вы представляете, какой это ущерб? Это почти миллион рублей ущерба. Миллион рублей ущерба для одного хозяйства. Тем более, вы знаете, это же не то, что 100 голов, которые можно... И то, что 100 голов для хозяйства много, которые мы сегодня недосчитываемся к отчетности, а тут 1200 голов. Меня эта цифра тоже сомнений вызвала. И я несколько раз переспросил, насколько точно объективна эта цифра. Мы ее проверяем сегодня, эту цифру уточняем. Но она приблизительно вот именно такая. В акционерном товаристве «Дубрава Агро» подчас мониторингу за уваги тыжилися недостатковых темпов ремонту зернеуборочной техники. Але подчас сегодняшнего наведывания предприемства бачено, что все проблемы вырешены. В акционерном товаристве кажут, что до таких пытаний заусюдай ставится отказно. Урешті размовы идти, абразвитці господарки. Если эта речь идет о производстве молока, то да, действительно, мы собираемся. У нас есть старая молочно-товарная ферма за речи. И взамен этой фермы мы собираемся построить новый молочно-товарный комплекс. Подчас наведывания акционерного товариства «Дубрава Агро» старшиня комитета «Держконтролю» Леонид Анфимов каже, что гэтая сельгаз-предприемства уж мачим можно лишить узорным. В оселяким выпадку дисциплина тут заховывается не только на словах. И обіцая, тема наведення парадку новотворчасти у полю зроку контролёров будет заставаться и надалей. По тем проверкам, которые ранее прошли, 80% нарушений, если они не требовали серьезных капитальных вложений, финансовых ресурсов, нарушения были устранены, практически сразу устранены. Но это говорит о том, что, в принципе, главной причиной этих нарушений является просто элементарная безхозяйственность и неорганизованность со стороны руководителей. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Проставники мясовых уладов завтра откажут на звонки громадян. Ох, эту субботу снова пройдут промыя линии. У Гомельскими облываконками звороты будет принимать наместник старшини Владимир Привалов. Номер телефона у Гомелли 33 12 37. Промая линия працуя с 9 до 12 годин. У гэтых час на субботу будет наместник старшини гомельского гарвы Конкама Виталий Томанчук. Номер телефона 51 19 54. В регионе активная идея подрыхтовка доголовного державного свята нашей краины – Дня Незалежности. На Гомельщине официйные урочистости почнутся 1 липеня. Зараз во всех районах в области проходят репетиции концертных программ и шестив, рыхтуются экспонаты для выстав, а пошние штрихи наводят перед открытием новых объектов и установ. Выник обещает быть уражающим. С подробностями Яугения Кухаронак. День Незалежности Республики Беларуси, 75-й годовины вызволения от немецко-фашистских захопников на Гомельщине планыется значить широкомасштабно. Святочные урочистости почнутся 1 липеня с урочистого схода и святочного концерта в Гомельском громадско-культурном центре. На плясу Цепера до установы разгорница выстава военной техницы, а непосредственно у фойе концертной залы гости смогут познайомиться с исторической экспозицией, присвеченной юбилейным датам. На 2 липеня в регионе запланованы митинги и в складании кветок и вянков добротерских могил, курганов и мемориальных комплексов. Пик урочистости упрызется непосредственно на святочное 3 липеня. Райцентры рыхтуют свои сюрпризы, у Гомельчака не меньше цікавая на мероприемстве программа. Это и традиционное шествие по улице Советской, которое у нас традиционно проходит широкомасштабно, это и возложение на площади труда. И особенность этого года, этого праздника, это то, что все наши основные праздничные мероприятия просведут на площади Ленина, что действительно у нас происходит в последнее время достаточно редко и посвящено именно таким знаковым событиям. Уже в 11 утра открывается торжественный праздник и все наши праздничные мероприятия продлятся до 23.30. Святочная 6 в рамках республиканской акции «Беларусь памятая» пошнется у 10 годин ранницы. Плануется, что уделу им приймутся больше за 6 тысяч человек. Они пройдутся по улице Советской, накируются до братарской могилы советских воинов и подпольщиков, где проведут урочисты митинг. Далее основные святочные мероприимства протягнутся на площади Ленина. Пригласили детские и взрослые сводные хоровые коллективы. Будет массовая хореографическая композиция с нашими взрослыми и с детьми. И я думаю, что 50 минут будет хорошего праздничного строения для наших гамечальных гостей. У 12 годин с площади Ленина будет стартовать инклюзивный пробег. Финишуют чудельники у сквера «Мяграмыки», где по планах разгорнится город инклюзии. На улице Кмунаров и Советской разместится масштабная выстава под назвой «75 мирных годов». В углево всех районах в области и города продаются концертные программы и забавляльные мероприемства. Республиканская акция «Спаем гимн разом» запланована на 22.00. После чего на площади Ленина у Гомеля отбудется салют в районах фейерверки. Евгений Кухаронак, Василия Сипцов, телерадио «Компания Гомель». Память живет в песнях. Святочный концерт «Беларусь памятая» с уделом знакомитых артиста Украины прошел у Гомеля. Ладилось это реализованное действие в рамках республиканского телепроекта «Площа Перамоги-2019» промеркованного до 75-й годовины вызволения Беларуси от фашистских захопников. Запрошения на концерт отримали и наши корреспонденты. У фойе Гомельского громадско-культурного центра шматлютно. Глядачи настроиваются на чулевый концерт. Песня военных годов, как ни какая иншая, краная струны души кожных от человека. Это разумеют и выканалцы. Мы все волнуемся. Хочется в каждую песню вложить чувства, эмоции, потому что это и боль, и память, и, наверное, та сила воли, духа, исплоченности, которая позволяет нам верить в светлое будущее. Каждый артист сегодня вкладывает душу. И спасибо, что Министерство культуры постоянно помнит эти великие даты и проводит такие масштабные яркие акции. Концерт незвычайный. Актеры, артисты, ведущие видео, усю разом ураживая и не отпуская ни на хвилину. У динамичной программе шаргуются песни и верши, оповеды видовожца войны и театрализованные постановки. У каждого, кто выходит на сцену, свой особливый посыл. Память, она живет в пожелтевших фотографиях и письмах, в рассказах очевидцев и песнях, такая разная и в то же время одна на всех. Помнят люди, помнит народ, помнит вся Беларусь. Безусловно, конечно, это такой концерт память. Он именно нацелен на то, чтобы как бы ни было нам хорошо, чтобы мы всегда помнили о том, какой ценой мы завоевали эту свободу, мирное небо и солнце над головой. Мелодия и слова военных песен робят нас добрые и померковные. Про их мы выказываем повагу нашим героям и подяку за то, что яны зарабили для незалежности нашей краины и нашего народа. Евгения Кухаронак, Настасия Кучинская, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель». Нотариусы Беларуси 2-го липня проведут бесплатные консультации. Усе нотариальные конторы и бюро краины примут уделу республиканской доброчинной акции, присвященной святкованию Дня незалежности и 75-ти годзе вызволения Беларуси. Звернувшися до нотариуса на протягу працанного дня 2-го липня, жахары и гости Беларуси смогут отримать консультацию бесплатно. Больше как 2000 выпускников Гомельского державного университета имя Франциска Скарины сегодня отримали документы об высшейшей адукации. Среди них 1600 студентов Дённой и заводной формы навучания, 360 магистрантов и 20 эспирантов. Еще 138 человек – молодые люди из других стран. По традиции, в учебной обстановке из рук ректора университета свои дипломы отримали 89 выдатников. Особные подчинные листы достались родителям за выхование детей. А гонорецы, правда, есть чем. За этот год выпускники университета не раз становились переможцами и призерами международных олимпиад, представляли в область на творческих конкурсах и спортивных споборництвах. По успехам и отзначен год и для выкладчика УГДУ. Професор нашего университета Иван Федорович Тейнер стал победителем в номинации национальной премии по литературе в области критики. Наша преподаватель экономического факультета Ольга Башлакова, она признана женщиной года в Беларуси. Многие наши студенты, например, студент Ковалев с факультета физики и информационных технологий, вместе со своим тренером, наставником Андреем Валерьевичем Баруевым, они представляли нашу страну на конкурсе WorldSkills. Сегодня у ГДУ наручание проходит на 13 факультетах, что год открываются новые специальности. Все лето, на приклад, у першиню пройдет набор на экономичную информатику, бизнес-администрирование и тренерскую работу. Усягова университете вучится 10 тысяч студентов из 16 стран. В Гомельской фан-зоне других европейских гульнях кипит життё. Гомельчане приходят до Лядового палаца, коб разом поднимать белорусских спортсменов и просто весело провести час. Среди болельщиков и представителей Гомельского областного объединения инвалидов-спинальников. И они так само приехали в фан-зону, коб поднимать белорусов на головном спортивном форуме года. До речи, гомельские инвалиды-спинальники вельми спортивные люди. Занятки физичной культурой и спортом, а так само в делу с поборництвах, допомахают у реабилитации. Организация существует более 22 лет. И с чего мы начинали, самое начало, это физическая реабилитация таких людей, адаптация их в жизнь общества через физическую культуру и спорт. У нас на сегодняшний день уже существуют команды спортсменов-колясочников по баспакетболу на колясках, по настольному теннису, по плаванию, по легкой атлетике, по паралимпийскому виду спорта боча. И ребята участвуют в различных соревнованиях и турнирах различного уровня, от местных и до международных. У День незалежности Беларуси 3-го липеня у Гомеля отбудется инклюзивный забег «Разом мы можем усе». Ягумэта – популяризация спорта среди людей с инвалидностью. Это и так же и другие новинные вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. Циклон, который накануне накрыл Гомельскую область, сопровождался обильными осадками, ветром и грозами. От удара молний в регионе произошло семь пожаров. Пострадали четыре дома, два сарая и одна баня. Первое сообщение о пожаре накануне утром поступило из Жлобина. В результате попадания грозового электрического разряда загорелся жилой дом. Затем стало известно о возгорании сарая в Добружском районе и дома и хозпостройки в Речице. Также молния, вероятнее всего, спровоцировала пожар бани в Плесах, а также возгорание домов в Чонках и деревне Свереже Лоевского района. Пострадавших нет. Накануне в Гомельской области похозяйничал и шквалистый ветер. Его порывов не выдержали ветхие крыши и ветки старых деревьев. В Мозере в районную клиническую больницу доставлен 14-летний мальчик. Около пяти часов вечера на него упала ветка, которую сломал сильный ветер. Сообщается, что у ребенка диагностирована обширная политравма. Мальчик находится под наблюдением врачей. Сотрудники ГАИ усиленно отрабатывают автодороги региона ввиду предстоящей непогоды. Как правило, в выходные по статистике люди и так допускают большое количество нарушений, но в условиях дождя и ограниченной видимости их может стать больше. Наряды ДПС будут приближены к автодорогам, пролегающим через населенные пункты. Экипажи будут работать в самих городах, а также обратят внимание на пешеходов и велосипедистов. В последнее время статистика ДТП активно пополняется за счет происшествий с этими участниками дорожного движения. Также на контроле инспекторов ГАИ будет скорость, перевозка пассажиров и использование ремней безопасности. Конечно, это выявление лиц, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде, не имеющих права управления, нарушений пешеходам, в первую очередь находящихся в нетрезвом виде, а также других нарушений, которые создают предпосылки создания аварийной ситуации и дорожных трассных происшествий, такие как нарушение правила выезда на полосу встречного движения, обгона, непредоставление преимущества движения пешеходам, нарушение правил перевозки детей пассажиров. Следите за событиями и происшествиями региона вместе с де-факто. Далее новости спорта. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. 55 наград, 19 из которых золотые. Таков медальный урожай белорусских атлетов на вторых европейских играх на сегодняшнее утро. Наша команда занимает второе место в общем зачете. Результативным получился минувший день. Завоевано сразу 10 медалей. Восемь наград принесли грибцы на байдарках и каноэ. Пять из них на счету представителей нашего региона. Чемпионами Евроигр стали байдарочницы Ольга Худенко и Марина Литвинчук, а также каноистка Елена Ноздрева. Второе место заняла байдарка четверка в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Надежды Попок и Маргариты Махневой. Марина Литвинчук и Ольга Худенко принесли в копилку белорусской команды еще одну медаль – бронзовую. Белорусские финишировали третьими в заезде байдарок-двоек. Сегодня атлеты из нашего региона также могут подняться на пьедестал. Юлия Костючкова выступает в финале соревнований по легкой атлетике. А гомельский боксер Владислав Смягликов проведет поединок за выход в финал соревнований. Сегодня двумя поединками стартует игровая программа 13-го тура. Чемпионаты Беларуси по футболу высшей лиги «Столичная торпеда» принимает Гродненский «Нем». Жодинская торпеда БелАЗ ждет в гости столичную команду «Энергетик» БГУ. Футбольный клуб «Гомель» свой поединок проведет завтра на выезде. В соперниках сосед по турнирной таблице футбольный клуб «Минск». Зелено-белые сейчас, напомню, на 15-м месте в турнирной таблице «Минчане» на строку выше. Игра пройдет в Минске начало в 17.00. Мозырская славя, идущая на седьмой позиции. В воскресенье 30 июня дома играть с третьей командой чемпионата с Олигорским «Шахтером». Поединок на стадионе «Юность» начнется в 17.00. В первой лиге футбольного чемпионата страны в предстоящий уикенд состоятся матчи 12-го тура. Светлогорский «Химик» этот турнирный отрезок пропускает. «Гомельский локомотив» завтра ждет в гости Баранович, и матч пройдет на поле стадиона «Локомотив». Начало в 17.30. В воскресенье «Речицкий спутник» отправится в Воршу, где сыграет с местной одноименной командой. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».